Всем привет! За последние несколько недель уже вышло немало любопытных и интересных фильмов в цифре, так что ловите очередные 10 новых фильмов, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве и переводе в сети. Стальная хватка Спортивная драма от студии А24, основанная на реальных событиях, на истории семьи рестлеров Фон Эрих. В главной роли Зак Эфрана помогают ему Джерми Аллен Уайт из «Бесстыдников», Харрис Диккенсен из «Треугольника печали» и еще много хороших актеров. Фильм рассказывает историю братьев Фон Эрих. Когда-то их отец был звездой рестлинга, но чемпионский пояс так и не завоевал. Теперь его цель сделать победителем хотя бы одного из своих сыновей. Но методы отца ведут их не только к успехам. И чтоб никаких слез. К рестлингу здесь максимально серьезный подход. Демонстрируется вся зрелищность и жестокость этого спортивного развлечения. А актерам пришлось действительно много и хорошо поработать над собой, чтобы приблизиться к внешнему сходству со своими прототипами. Но стальная хватка — это гораздо больше, чем просто обычная спортивная история. Это крепкая мужская драма, пропитанная потом, кровью и нестерпимой болью. Потому что Фон Эрихи были и навсегда будут величайшей семьей в истории Рессинга. Американское чтиво. Номинант на Оскар и дебютная режиссерская работа известного телевизионного сценариста Корда Джефферсона, работавшего над сериалами «Наследники» и «Хранители». В основе картины сатирический роман, изданный 20 с лишним лет назад, но не потерявший актуальности и на сейчас. А в главной роли — Джеффри Райт. В центре истории интеллигентный чернокожий писатель, который подвергается критике за то, что его работы недостаточно черные. И чтобы угодить аудитории, он пишет анонимный роман, собравший все стереотипы о темнокожем населении США. И книга, что удивительно, становится моментально сенсацией. Нельзя недооценивать всеобщую тупизну. Это разговорная, ироничная драма, где американское общество уже высмеивает само себя. Структурно фильм делится на две части, одна из которых пропитана сатирой о парадоксах и перегибах политкорректности, а вторая — мелодраматичная история про семью. Иногда они распадаются, но, несмотря на это, фильм умный, приятный и выходящий далеко за рамки расовых проблем. Чем тупее себя веду, тем богаче становлюсь. «Всемирный потоп» — драма из Британии, название которой дословно переводится как «Конец, с которого мы начинаем». И это название гораздо лучше отражает содержание, так как здесь больше не про апокалипсис, не про потоп, а про драму, случившуюся на его фоне. В главной роли Джоди Коммер, а в одной из эпизодических — Бенедикт Камбербич. В общем, по сюжету Англию настигает наводнение, и молодая семья из Лондона с новорожденным ребенком вынуждены переезжают за город к родителям. Но и здесь трагические обстоятельства не оставляют их в покое. Критики, безусловно, положительно оценили картину, а зрители — по большей части со скептицизмом, поэтому оценки у фильма невысокие. Здесь минимум слов, практически нет музыкального сопровождения, местами проседает динамика, и большая часть времени фильма опирается на актерский талант Джоди Коммер. А сама история показана так, как это действительно могло бы произойти в реальности, со всей беспомощностью современного человека перед случившейся трагедией. «Мармелад». Легкая криминальная история, выполненная в комедийном ключе. В главной роли Джо Кири из «Очень странных дел». Недавно оказавшийся в тюрьме молодой симпатичный парень заводит дружбу с сокамерником, у которого он просит организовать ему побег. Ну и по ходу действия рассказывает историю того, как он сюда попал, и зачем, и к кому он хочет сбежать. Это фильм с ненадежным рассказчиком в центре повествования, со скромной любовно-сентиментальной линией, интересными поворотами и несложными загадками, который скрасит вечер своими яркими кадрами. Ладно, собираемся в бой. «Зона интересов». Еще один фильм от студии А24. Это первая за 10 лет историческая драма Джонатана Глейзера, режиссера фильма «Побудь в моей шкуре». Кстати, само название «Зона интересов» — это термин, которым Третий рейх обозначал 40-километровую территорию вокруг Освенцима. В центре истории — комендант Освенцима и его жена, живущая с детьми тихой мирной жизнью прямо за оградой лагеря. Это один из самых странных киноопытов года, представляющий скорее арт-инсталляцию, а не стандартный фильм. Здесь почти ничего не происходит, мы просто наблюдаем за повседневной жизнью семьи, а на заднем плане в это время — дым из печей Освенцима. И все это действие производит некий завораживающий эффект, потому, видимо, «Зона интересов» и номинируется на «Оскар» в этом году. «Бедные несчастные» — один из самых высоко оцененных фильмов 23-го года с 11 номинациями на «Оскар». Это очень странное и необычное кино, выполненное в ретро-стилистике от известного грека, который любит удивлять зрителей — Йорго Салантимаса. В главных ролях Эмма Стоун, Уильям Дефо и Марк Руффало. «Я буду у бара». Сюжет может взорвать мозг. В альтернативном викторианском Лондоне гениальный хирург оживляет девушку после самоубийства, пересадив ей мозг ее же собственного нерожденного младенца. «Прекрасная глупышка». Теперь она живет в ретро-футуристическом особняке своего спасителя. И не впитавшая ни одного предрассудка, она учится жить заново и познает мир. Это абсурдная, фантастическая мелодрама с невероятным визуалом и потрясающими актерами, получившая множество восторженных отзывов «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и звание лучшего фильма в карьере Лантимаса, а теперь являющаяся одним из главных фаворитов и номинантов «Оскара». Стой, стой! «Миграция» — новый мульт от студии «Иллюминейшн». История здесь посвящена семье кряков, проживающих в уютном болоте на северо-западе США. Отец семейства запугивает детей тем, что мир вокруг слишком опасен, но под натиском жены и детей все-таки соглашается мигрировать на Ямайку. «И мы с вами отправимся в неизведанное!» Так семейство отправляется в первое в своей жизни большое путешествие. Это красочный и увлекательный мультфильм с очень теплой атмосферой. Здесь хороший темп, много разных локаций, забавной ситуации и яркая сочная картинка. В общем, сделано с душой для прекрасного времяпрепровождения в кругу семьи. День благодарения. Хоррор от Илая Рота. Одного из друзей из соратников Квентина Тарантино, известного по фильмам «Хостел и кто там». Сам фильм зародился из трейлера, который Рот снял еще в нулевые к проекту Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус». В общем, Плимут, штат Массачусетс, во время давки на праздничные распродажи в местном супермаркете накануне Дня Благодарения гибнет несколько человек. Год спустя компания тинейджеров, невольно спровоцировавшая ту жуткую давку, обнаруживает, что в городе объявился маньяк в маске пилигрима Джона Карвера, убивающий тех, кто связан с той трагедией на распродаже. Это динамичный и кровавый слэшер, созданный в лучших традициях жанра. Сюжет банальный, зато расчлененка, изобретательная, размазанная толстым и ровным слоем по хронометражу. В целом, фильм типичный для своего жанра в хорошем смысле и стоящий для ценителей подобного зрелища. Солнечное побережье с парнем из школы, ну и так далее. Фильм рассуждает на тяжелые и мрачные темы. При этом выглядит он тепло, солнечно и притягательно. Такая неспешная глубокая драма не для развлечения, а на подумать. Космонавт Новый фильм с Netflix от Йохана Ренка, режиссера сериала «Чернобыль». В главной роли Адам Сэндлер, а еще здесь есть немного Кэрри Маллиган. По сюжету чешский астрофизик отправляется в космос, где его главный враг – одиночество. Но оно оказывается недолгим, так как герой находит собеседника в лице паукообразного инопланетянина. Это не крутой фантастический экшен, а скорее умное, медитативное, с небольшим количеством диалогов кино о человеке. Ну а космос здесь больше фон, некое бесконечное пространство, которое призвано выделить действительно важные вещи в жизни. Поэтому и оценят фильм не все. Но, несмотря на неоднозначную критику, совершенно очевидно одно – Адам Сэндлер снова доказал, что драматические роли ему прекрасно удаются. На этом все. Спасибо за внимание и удачи. Неистово.